Первый тайм, голевые моменты у ворот обеих команд. Анапчане и сочинцы атаковали, пробивали угловые, но забить не удалось, спасали вратари. На поле противника анапчане сделали хорошую передачу, и нападающий Евгений Муравский поразил ворота соперника, открыл счет. На гол Евгения Муравского сочинцы ответили результативным пенальти, сравняли счет 1-1. Основное время закончилось, судья назначил два дополнительных тайма по 15 минут. Анапчане создали множество опасных моментов у ворот команды Сочи, усилили натиск на противника. И вот результат. Два мяча в ворота противника забил нападающий под восьмым номером Марик Базаев. Итог игры победа анапчан со счетом 3-1. Тем временем Витязевский Понтас на своем стадионе в 1-4 финала в основное время победил футболистов Кубанского государственного университета со счетом 2-1. В полуфинале Кубка Краснодарского края сыграют анапчане. Футбольные клубы Анапа и Понтас. Игра пройдет 23 июля в 19 часов в Анапе на стадионе «Спартак».